А вот это наш второй подарок Вот так выглядит день Кота нашли, Элли Выглядит это, конечно, дико жутко Когда я увидела это на камере, я просто, простите, обкекалась Привет, я Энни Мэджик, со мной тут мои питомцы И сегодня начинается наш новый день Мы просыпаемся в 8 утра Я встаю, иду в туалет умываться, одеваться, собираться Пока песики готовятся гулять А потом иду выпускать их на утреннюю прогулку А точнее, тоже в туалет Пока я буду готовить завтрак, что-то перекусить И попозже мы уже выйдем погулять на подольше И я вам кое-что покажу, что мы с собаками сделали во дворе Я думаю, вам будет очень интересно об этом узнать У меня всегда в этих видео наш день большой Вот этот вот весь Есть... А кто говорил голос? А кто голос? Нет! Есть рубрика «Скрытая камера» И сегодня тоже будет Мы поставим скрытую камеру вечером, в темноте, ночью, когда пойдем на улицу Чтобы кое-что увидеть, что происходит в доме Но это попозже И, кстати, мне сейчас пришла мысль в голову Я же купила две классных скрытых камеры Которые хорошо, прям качественно снимают И я подумала, что вам захочется посмотреть такое видео Когда меня вообще не будет дома Что делают питомцы, как они себя ведут Че вообще, чем вообще занимаются Поэтому давайте так Сто тысяч лайков И я снимаю целый ролик про скрытую камеру Даже если это видео посмотрит сто тысяч человек Я уверена, посмотрит И каждый поставит И каждый поставит один лайк То это уже будет сто тысяч лайков Поэтому я думаю, что мы справимся Обязательно их наберем Ну все, давайте Идите быстренько погуляйте Алиска Короче, ребята Кисе Алисе Мы кое-что купили Наконец-то Я рада Я вам сегодня это покажу Это просто отвал башки Господи Кошандра моя Ребята, за этот месяц На нас подписалось 50 тысяч человек Это очень большой результат Я безумно вам благодарна И, как вы помните А те, кто новые подписчики Еще не в курсе Мы идем к 3 миллионам Наша цель 3 миллиона Потому что на 3 миллиона Будет новый питомец Я честно Все спрашивают, кто это будет Попробуйте догадаться А отгадать в комментариях Потому что Я не хочу вот так сразу все выдавать Тем более 200 тысяч Это еще очень много А с одной стороны мало А с другой стороны много Говорите подписываться Всем своим родным друзьям Мабушкам, дедушкам Короче Папам, мамам Бывают дни, когда я прям Такой завтрак себе готовлю Иишенка, все дела Но бывают я такие Ну, хочется просто перекусить Поэтому я сегодня сделала Вот такие вот бутербродики Хлебушек с маслом сыром Я на самом деле обожаю Эти простые бутеры И авокадик И вот я рассказываю Постоянно делюсь с вами Своим мнением Про всякую бытовую технику И вот вам пример Сметкофеварка Стоила на тот момент Когда я покупала Больше 40 тысяч рублей Если я не ошибаюсь Я просто очень хотела Хорошую кофеварку Потому что я люблю кофе Результат Мы ее уже Послушайте, как она вообще Вообще орет Вообще Просто как будто Сверлят соседи Мы уже ее сдавали Один раз в ремонт Причем она прослужила Не так долго После ремонта Она вот так вот орет У нее вот здесь Все время мигает Какой-то красный значок Сейчас не мигает Потому что она делает кофе Я не против смега Смег чайник Мне нравится Все классно Он стоил своих денег Я реально его люблю И все круто Но вот эта кофеварка Дорогущая Извините, ребята Извините меня Смег очень плохо За такие деньги Купить вещь И потом ее ремонтировать Еще Еще за деньги Я заплатила за этот ремонт Это не гарантийный случай Спасибо большое Но кофе Из кофеварки Действительно вкусненько получается Пока я завтракаю Поиграем с вами в игру Кофе или чай Пишите Сыр или колбаса На хлеб Авокадо или огурец Майонез или масло Сливочное Девочки Зашли с прогулки Будем кушать И я хотела сказать вам Спасибо большое За поддержку Про Эйвена Что Вы все очень поддерживаете Меня везде И в инстаграме И в комментариях И в тиктоке И Я стараюсь Благодаря вам Как-то держаться Все-таки Настраиваться на лучшее И Такой момент Интересный Что я Когда Все это время Когда кормлю собак Я постоянно Думаю о том Что нужна четвертая миска Или с прогулки Запускаю Заходят трое И я жду Когда придет Эйвен То есть я всегда стою И выжидаю Четвертую собаку Это так странно Что их трое Теперь они четверо Так Сейчас будем кушать Я читала недавно В комментариях Кто-то написал Собаки лучше кушают Чем я Я решила с вами Обсудить состав Не буду пока миску встать А то все Начинают ругаться За еду Свежее мясо Ягненка 70% На первом месте Ребят Очень важно Обращать внимание Когда вы выбираете Корм для своей собаки Чтобы на первом месте Было действительно Что-то хорошее Не какая-то там Мясокосная мука Как пишут Или там продукты мясные Ну всякие разные Сейчас варианты пишут Ни в одном корме Вы не найдете Свежее мясо 70% Свежее мясо Что это такое Вот мы с вами покупаем Для готовки Например какую-то там Курицу, индейку Ну любое мясо В свежем виде Не замороженное Не фарш Ничто А просто вот мясо Кусок И вот здесь получается Используется вот это вот Мясо настоящее Свежее мясо 70% его Это очень много Дробленый рис 15% всего лишь Дальше идет Дегидратированное мясо Ягненка Сушеная рыба Сушеные пивные дрожжи Сушеная яблочная пульпа Лососевое масло Экстракт юки Льняное масло Холодного Отжима Экстракт зеленогубого Моллюска Сушеная морковь Сушеные помидоры Сушеные бархатцы Африканские Сушеный одуванчик Сушеный брокколи Зеленый чай Сушеная ромашка Сушеная орегано Сушеные семена расторопши Сушеные семена клюквы Сушеная морская капуста Хлорид калия Сколько раз я сказала Слово сушеные Добавки на 1 килограмм корма Витамины, провитамины Аналогичные вещества Тут перечисляются витамины Микроэлементы Железо Йод Марганец Цинкселен То есть никакой дряни Простите за выражение В этом корме Платинум Нашим любимым Нет И я реально считаю Что не только по составу Но и по вот качеству корма По его структуре По тому как он сделал Просто аналогов реально Сейчас не существует Все, девчонки сейчас будут кушать А потом отдыхать Потому что после еды Собаке важно Не бегать, не прыгать Не дергаться Ничего Просто покушать И немножко полежать Передохнуть А мы пойдемте смотреть Что мы приготовили киси Алисик Это вот такая вот Когтеточка Дом Замок Для кисы Алисы Кошка постоянно Требует пойти на улицу Она любит лазить по деревьям Скарабкиваться Играть Я решила, что ей надо Купить вот такую штуку Первая у нас стоит в гостиной И это вот такой вот столб Огромный Мы наконец-то его собрали С кучей всяких штучек И он прикреплен к стене То есть он стационарный Он будет стоять здесь Всегда Два с половиной метра В высоту Вот эта вот штука Этот комплекс На котором Алиска Играет Алиска больше всего Любит вот эту лежанку Я выбрала это пространство Именно потому что Этот угол Потому что из этого угла Она видит всю комнату целиком Как кошки в принципе и любят А вот туда выше Под потолок Она уже забираться не очень хочет Я ее заманиваю игрой Наконец-то у Алиски есть Крутая просто станция На которой она может Играть Лазить Как по деревьям Прям как на улице Когда она охотится За птичками там За мышками И я думаю, что ей нравится И она привыкнет И наконец-то перестанет Хотеть вырываться на улицу Где небезопасно Вот это все Когда я собирала Это целое Натуральное дерево Он очень мощный Он очень тяжелый Вот это все дерево Это не какой-то пластик И вот этот стоит 13 тысяч рублей Кто-то скажет дорого Но Так как я с вами Всегда стараюсь делиться Своим опытом Я специально найду кадры Из видео Где мы купили Кисе Алисе Вот такой вот малюсенький Вот такой Когда она была маленькая Домик Кошачий Тоже типа с когтеточкой С вот какими-то лежанками Но Он был настолько Некачественный И конечно же Это был Китай Что я реально считаю Что это не стоит Тех денег И в итоге Он весь порвался Разодрался Весь был в каких-то катушках Эта веревка отклеилась вся У нас очень красивый дом И я реально хочу Чтобы дизайн был В доме Вообще Как бы все было гармонично Все прикольно смотрелось И этот домик Он не портит вид Я купила дополнительный комплект Вот такого вот серого цвета Под стулья Те же вот здесь вот стоят Которые Или под шторы вот эти Менять Если эти запачкались Штучки Здесь такие кнопочки Мы просто это снимаем И стираем А вот эти вот сюда заменяем Такая же лежанка Такой же гамачок И все вот эти вот штуки Серого цвета Такого Велюр Мягенький очень материал Приятный на ощупь Вроде как Там на тысячи две-три дороже Но на самом деле Это гораздо качественнее И круче вещь Напишите в комментариях Покупали ли вы своим кошкам Вот какие-то такие домики Комплексы Понравилось ли вам Какой у вас был опыт Сколько это стоило И какого качества это было Потому что мне реально интересно У меня был негативный опыт И я долго выбирала Производители Я долго выбирала эти домики Я долго искала Поэтому так долго у Алисы Этого не было Но зато теперь я реально Довольна на сто процентов А вот это Наш второй подарок Кисе Алисе Посмотрите Какая огромная штука Он стоит сейчас в моей студии Но может быть мы его перенесем Алиса его еще не видела Я его только вчера собрала Тут домик Почему домик опять же на такой высоте Лайфхахин для жизни Тех у кого есть маленькие собаки Или большие собаки Или еще кто-то Все кошачьи домики Которые стоят на полу В них спят собаки Домик на высоте высокой Такой вот от пола Чтобы собаки не могли в него забраться Потому что у меня был опыт Когда домик был вот на такой высоте И они все равно туда залазили Здесь же даже воспользовавшись Вот этой вот ступенечкой Они туда залезть не смогут И у Алиски наконец-то За столько лет в жизни Будет свое личное пространство В которое никто не может забраться Так что здесь она теперь может лазить Вот так вот Перелазить из одного места в другое Здесь намного больше конечно Пространства для игр и возможностей Залезла на самую высоту Он тоже 2,5 метра в высоту Этот домик Из-за того, что здесь очень высокий потолок Он даже не смотрится большим Она трется об лежаночки Видимо помещает их своим запахом Чтобы был именно свой запах Да, Алиска? Видимо ей явно нравится ткань Потому что она прям катается по ней Точит свои коготки Из зубов канат Обнимает прям его Да Вот такие вот подарочки Кисе Алисе Теперь она будет рада и счастлива Играть в своих станциях Валяться на такой высоте Никто ее здесь Не достанет Ну что ж Мы сейчас с песиками вышли еще раз прогуляться Этот год у нас был тоже очень тяжелый сезон Весенний и летний Потому что и осенний даже Потому что мы заканчивали наш сад Который был начат в прошлом году Это конечно капец Отдельная история Если вам интересно Я вам все покажу и расскажу Там кого-то увидели Потому что у нас продолжают тут ходить Все рабочие Вы наверняка в каком-нибудь кадре Кого-нибудь видели Кстати, я знаете, что вспомнила? Я сейчас вот в этом буховичке Urban Tiger Я делала фоточки в инстаграме Показывала и рассказывала про него Потому что это ВВФ С Urban Tiger Их коллаборация Я помогаю не только бездомным животным Животным из приюта Собакам, кошкам и так далее Но и диким животным Как вы видели Видео наше про усыновление Маленького зайгака В общем, будущий год тигра И вот этот буховик Я купила именно в помощь этим тиграм Так что если захотите поддержать Прочитайте мой пост в инстаграме И помогайте животным Здесь у нас Вот такая вот дорожка И что я хотела вам рассказать И показать Что мы сделали собакам На нашем участке Кроме остального сада Вот здесь за домом В том месте, где не выходят окна У нас стоит вот такой вот вольерчик Заходите Миш, давай быстрей Давай-давай Вот молодец Вот такая же галька будет здесь Как вот тут Просто сейчас еще здесь не все закончено Для чего это нужно? На самом деле Когда собак много Это очень много какашек Это не так, что одна собачка вышла Ты за ней быстренько прибрял Они разбегаются И начинают бегать по участку И как эти песни там, где они хотят Поэтому я придумала этот вольер Не для того, чтобы собаки Здесь все свое время проводили А для того, чтобы приучить их к месту Что это как бы их зона Их туалет Куда они могут зайти Сначала вот я выпускаю собак на улицу Они идут сюда Писают как Он делает все свои делишки И только потом я уже их выпускаю И мы идем гулять по саду Чтобы они никак не писали Под камнями И на растения И так далее Вот для чего это сделано И для чего здесь будет вот такая вот галька Для того, что вот там вот у нас будет выход воды И эту гальку можно будет промывать Отмывать То есть все здесь прибрать Все помыть Все убрать нормально водой Для этого здесь есть даже розетка То есть, например, каким-нибудь керхером Специальным пылесосом И самое главное Что его как бы ниоткуда из дома не видно То есть не так, что ты смотришь в окна Просто зимой у нас была такая история Что из окон спальни Было место, в которое собаки ходили в туалет И просто ты такой смотришь в это окно А там на белом снегу Желтые пятна и какашечки лежат Ну, короче, это не очень прикольно смотрится Теперь у них есть место Они здесь сходили, сделали свои дела В общем, сад у нас практически готов Уже почти все закончено Последние доработки какие-то происходят С этой стороны вот так вот большая вся территория И там еще японская часть с прудом, если вы помните И с той стороны дома Вот эту часть некоторые подписчики видели Здесь пруд, вот такие вот настилы И уже в этом году мы запустили вот этот вот водопад Он уже прям течет, бурлит Короче, если вам реально интересно Более подробно прям по местам Прям по дорожкам пройти со мной Чтобы я показала каждый кусочек Где у нас газон, где у нас зона отдыха Где у нас там какое-то место, где будет костер Типа лобное место, костер, такой вокруг сидения и так далее То я вам все покажу и расскажу Если кому-то интересно, обязательно пишите Ставьте лайк там, ну короче Как-то дайте мне понять, что вам это интересно Может быть просто никому не интересно Смысл тратить на это время нашего ролика Самое главное, то что мне нравится Это то, что теперь нет нигде грязи жуткой Везде камешки, либо травка, либо кора И можно ходить нормально И не пачкать ни собакам лапы, ни мне ноги У нас еще здесь сделана электрика Подсветки, всякие фонарики И на озере на нашем пруду тоже Поэтому вечером мы с вами, когда поставим скрытую камеру Вернемся, и я вам покажу, как это выглядит вечером Потому что это очень классно А темнеет сейчас быстро Уже часов в пять можно будет идти Ну все, пошлите Перед зимой надо всегда пересобирать Перепроверять Переразбирать вещи собачьи Я, конечно же, когда разбирают все Сразу вспоминаю про Эйвона У него много очень одежек Ну таких, явно мальчуковых Которые девочкам просто не подходят И поэтому я решила пересбор сделать Вот, например, такой костюмчик Ну это вот явно костюм для мальчика Для Эйвона Вот его курточка Если это унисекс, можно кому-нибудь из девочек Например, Юмичу То какие-то вещи Ивасика Мне приходится сейчас Разбирать и думать, что с ними делать Может быть, подарить кому-то, например У кого есть маленькая собачка-мальчик Знакомым Так вот, про Эйвона Интересный момент Многие спрашивали Именно не про мое отношение Да, как я сказала Вот в начале видео А про то, как собаки себя ощущали вообще Потому что все-таки Они очень много времени проводили Все вместе, вчетвером И такой вот очень интересный факт Что больше всех, наверное, пропажу Эйвона Заметила именно Софиша Вот, Софиша Потому что, возможно, Софиша его сестра И они очень много лет прожили вместе Я думаю, что очень ей помогло Как ни крути, то, что собак несколько Потому что, если бы Софи с Эйвоном Они же и так прожили вместе 10 лет Вот прям неразлучно, не разлей вода Никогда не расставались И тут, получается, Эйвона не стало И я заметила, что София, в отличие от остальных Она реально его Ну, не то, чтобы сказать, что она прям лежала Скучала, переживала Но в какой-то момент, в самом начале Она его искала Она пыталась его где-то Чуть-чуть дрожишь Одеваться не хочешь Она пыталась его искать Ходила по комнатам периодически Как будто не понимала Как будто ей чего-то не хватало Но это было буквально первые несколько дней А вот Миша с Юмичу вообще Я прям поразилась Для Миши Эйвона как будто вообще не существовало Никакой реакции Ноль Для Юмичу, несмотря на то, что она с ним играла Очень много в последнее время особенно Она тоже как будто не особо расстроилась Она не скучала, не горевала Не лежала Там от еды не отказывалась Вот София именно, она Мне кажется, все-таки его переживала эту утрату И скучала Но немного, недолго Возможно, потому что все-таки собак несколько Да, Юмичу, и Васиком пахнет Пахнет Ну вот, отобрала вещички Эйвона Подумаю пока, что сейчас уберу Что с этим делать А сейчас пойдемте, я вам покажу Помните, видео наше Про подарки Кисе и Алисе Про то, когда Миша сама покупала в магазине Точнее, я покупала Миши Все, к чему она прикоснется Так вот, очень интересная новость у меня для вас Алис Ну, что ты такая злюка? Вот что, что ты злишься? Чего? Ну, почему? Ну, я тоже Ну, ребятам же Ему надо показаться Ну, потому что они хотят посмотреть на тебя Да Ну, а что теперь сделаешь-то? Ты звезда на Ютубе В этом ролике я очень много разных подарков купила Алисе Точнее, Миша их выбрала Я купила, оплатила Вот, например, эта лежанка с котиками Вы ее уже видели Кто следит за всеми видео внимательно Конечно же, ее оприходовали собачки Потому что, потому что это лежанка Она лежит на полу И поэтому у Алисе, конечно же, она не досталась Никогда, она в ней ни разу не полежала Они просто все Юмичу Они просто все ее зазаняли и все Вот этой вот игрушечкой она поиграла Которую я купила первое время Она ее погрызла и все Больше ничего Тоже 320 рублей на ветер Но самое главное Это то, о чем я хотела вам рассказать Вот эта игрушка Стоила 3200 рублей Капец Это просто огромные деньги Я считаю для кошачьей игрушки Вот реально огромные Кошачья просто Просто кошачья игрушечка За 3200 рублей И как вы думаете Играла ли Алиса Ею хоть раз? Посмотри, Алис Играла ли она Ею хоть раз? Такая качественная Классная игрушка Тут вот такой светящийся мячик Вот в этой вот штуке Он там катается Чтобы заинтересовывать кошку Сверху еще один мячик Вот тут вот катается Мне кажется, Софи Больше интересно достать оттуда мячик Чем Алисе? Вот эта штучка крутится Вот так вот, да? Все, до свидания И вопрос не в том, что Алиска сейчас не хочет с ней играть Вопрос в том, что как только она Я ее собрала Причем собирала ее долго Она ни разу с ней не поиграла Она такая классная Такого качества Такой качественный пластик Ну не зря она стоит Три с лишним тысячи рублей И что итог? Никакого интерактива Вообще Ни разу Просто не прикоснулась Ни к одному мячику Ни к этой висючке Мне безумно-безумно жалко Расскажите, пожалуйста, в комментариях Вот вы покупали Когда-нибудь такое что-нибудь дорогое Играют ли вообще ваши кошки С какими-то игрушками? Алиса играет реально только вот с этой вот штучкой Все Просто вот когда ты машешь ей Она играет Остальное ей абсолютно неинтересно Вот Софиша Софиша и то будет интереснее эта игрушка Чем Алисе, да? Софиш, смотри Мячик Смотри Смотри, Софиш Достань мячик Достань мячик Давай Софиш Достань мячик Где мячик? Достань Достань Даже Софи такая Да? Че там доставать неинтересно? Да? Все-таки нравится тебе эта игрушечка? Грызешь ты ее? Грызешь? 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 То есть игрушка в 10 раз меньше по цене 300 рублей Интересует кошку намного больше Так что будьте аккуратнее Рассказывайте, какими игрушками играет ваша кошка Покупали ли вы ей что-нибудь такое дорогое? Может быть мне в инстаграме разыграть такую игрушку 3200 и никому она не нужна Очень жалко Очень обидно Так что пишите Рассказывайте Да? Алиса Кто? 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 Хоть траву съела Самый дешевый подарок был Да? Да Сейчас буду обедать Супчиком У меня супчик был заранее сварен Так что мне не пришлось для видео себе обед готовить Полезная еда? Ешьте суп, ребята Чтобы у вас не было гастритов Как у меня Постоянно я показывала, что собаки вот так вот сидят и попрошайничают Вот здесь вот Или начинают вынюхивать, ходить по полу Постоянно просить, смотреть Да, и что они будут дальше При том, что я не даю Они ведь каждый раз проверяют мне Дам я или не дам И я Им не разрешаю Не знаю, где Миша Но здесь внизу ее нет Значит, она куда-то ушла Я им не разрешаю Я их сажаю Чтобы они не сидели тут под ногами И не умоляли И не просили И крошечки не собирали А сидели И нормально относились к тому, что люди едят Они смотрели в рот им И не попрошайничали Как бывает, гости приедут Садятся и начинают так Такими нервными Этими милыми мордочками Просить, пожалуйста, пожалуйста Дайте какую-то кустяшечку Мы же голодающие Бедные дети Вот даже сейчас я ем суп И София умудряется Несчастными глазками Юми, что у меня смотри Вот, ты сейчас кушаешь А мы тут голодные Нет, мы не ели целый день Мы голодали целый день Ну ты что, может все-таки Что-то дашь нам, да? Ты все-таки хочешь нам что-то дать? Вот, смотрите это видео Как находит наш день На самом деле Когда вокруг постоянно Делаются, ведутся какие-то работы Когда тебе надо снимать видео Когда у тебя собаки Которые грязные И просто заходят с улицы Когда у тебя кошка Которая каждый раз Пока хочет на улицу И сидит у двери Просто орет Каждый раз Выпустите меня Когда тебе нужно готовить кушать Когда вот это вот Все суета с садом Куча Какая-то доставка приезжает Что-то надо принимать Что-то надо решать Кому-то надо заплатить Вот это все Это бесконечная суета И все эти месяцы Просто вот в этой вот суете Настолько, что ты на грани Прибежал, поел Так, надо сейчас тик-ток снять Так, снимем тик-ток Беготня, беготня, беготня Что-нибудь съесть Быстренько набихать Угу Пойди, собаки Давайте, идите погуляйте Заходите Алиса, не ори Дверь закрой Дверь закрой Тут помой Тут протри Тут приготовь Позвонили Забрали Здравствуйте До свидания Сюда Деньги заплатили Сюда А вы что привезли Здесь канаву прорыли Сюда яму сделали Здесь гальку засыпали Сюда растение посадили И вот так весь день И вечером просто такой Когда все уезжают Когда тишина наступает Просто такой Аааа Вот так выглядит день На самом деле Так Мы сейчас будем готовиться К съемке тик-тока Для этого нам понадобится Мишка Мы сейчас ее нарядим Вот в такой вот костюм Такие Восточные мотивы Потому что у нас там такая Восточная музыка В этом тик-токе Понадобится Вот такой вот скейтборд Лучше, конечно Ой, что он тупит Лучше, конечно, было бы Чтобы это был какой-то лонгборд Ну то есть без вот этих вот тейлов Потому что из-за этого Мне придется Как-то Что колеса тупят Так Вот такая вот штука Которую мы положим вот сюда Она немножко болтается Вот поэтому Лучше было бы ровное Ровный Борд Ровную доску И ковер Сюда мы постелим коврик И Мишанька у нас будет Ехать на этом скейтборде Может быть кто-то уже догадался Что это будет за тик-ток Мишанька Стой Стой Качается немножко Так Юмичу Ты пока не снимаешься С тобой другой тик-ток Будем снимать Все Сейчас получается Я Открываю тик-ток питомцев Кстати Вот если вы думали Что тик-ток Это легко Некоторые вещи Да, легко снимаются Но некоторые снимаются С множеством дублей Вот я например В свой тик-ток Недавно снимала Под известную музычку Солнце Монако Песенку Под эту Делала ролик И я снимала его С нескольких дублей Это не просто Вот так вот Раз и сделал На самом деле Некоторые тик-токи Просто снимаются А некоторые Очень трудно Ну я думаю Вы это все понимаете Так Мишанька Стой Сейчас мы включим Музыку Юми Давай Уходи Юмичу Давай Уходи 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 Из кадра Уходи Юми Юми тоже видимо Хочет сниматься Юми нет В общем Сделали несколько тик-токов Покемон Такая собака Сняли фоточки Несколько фоток Для инстаграма И казалось бы Что вот Блогеры Да И такая профессия Делать какой-то контент На самом деле Не всегда Быстро Это отнимает Огромное количество времени Мы вот сейчас потратили Несколько часов Просто-напросто Уже стемнеть успела Так Сейчас надо Покормить всех собак Пока собаки кушают Я выделяю себе Время на поработать Записать какие-то идеи Помонтировать Поозвучивать И я это делаю В своей рабочей комнате Вы ее видели У меня был даже Рум-тур Но у меня тут Одна новинка появилась Это вот этот вот стул Который специально Для осанки Он Получается Ты сидишь вот так За компьютером Всегда с прямой спиной Потому что За счет того Что коленками Упираешься Вот в эту штуку До этого у меня был Такой крутящийся стул Но я все равно Заметила Что я все равно За ним вот так сижу Сутулюсь А тут получается Сутулиться вообще Прям очень неудобно На этом стуле Ты неизбежно Выпрямляешься Потому что Суть этих стульев Для Заключается в том Что ты как бы Как наездник Как на лошади То есть Когда ты на лошади сидишь Ты не можешь На лошади ехать Вот так Ты неизбежно Выпрямляешь спину И тут получается Ты тоже Вот в этой позе Как будто ты на седле И ты неизбежно выпрямляешь спину и сидишь с прямой спиной Это очень полезно, так что вот такой вот стульчик я себе приобрела За какие-то, это вообще недорого В общем, лайфхак вам А еще я часто, когда там что-то делаю, мне приходят какие-то идеи про видео Я всегда записываю в заметки И потом, когда работаю, анализирую, что у меня там есть, какое видео следующее И я, например, недавно нашла у себя заметку про повторяем детские фото собак Я подумала, как вам эта идея, мне кажется, очень прикольно Даже не собака, а лисы тоже Повторить детские фотки питомцев Мне кажется, это очень классная идея Если даст вас лайк А я сейчас поработаю немножко Короче, уже стемнело И в чем фишка, для чего мы устанавливаем камеру Когда я ухожу в комнату, закрываю дверь Ну, ложусь спать чаще всего, да Алиса остается здесь, в этой комнате И я слышу какие-то звуки И я не знаю, что она тут делает А еще собаки периодически лают на какие-то звуки То есть, что происходит, я не в курсе И мне интересно посмотреть, на что они лают Может быть, что-то здесь делает киса Алиса, и они на нее лают В общем, мы узнаем, посмотрим Единственное, что мы сейчас с собаками, наоборот, пойдем гулять на прогулку вечером И их не будет здесь, но в любом случае, я думаю, что это не они издают эти звуки Они лают на эти звуки И, соответственно, здесь что-то должно происходить Вот посмотрим, что будет происходить И что мы увидим на скрытой камере Погнали! Я выключила везде в доме свет специально, чтобы повторить обстановку В которой в прошлый раз я услышала какие-то странные звуки И собаки залаяли, пока Алиса находилась в гостиной Поэтому камера будет снимать в режиме ночного видения Я закрыла все двери и настраивала камеру именно на Алисину игровую станцию Потому что мне кажется, что эти звуки издает киса Алиса Может, она точит когти или играет А мы ушли из дома на улицу Посмотрим, что тут будет происходить без нас Кота нашли, Элли Какой кот! А где вы его нашли? Здесь Здесь по двору ходил? Да Вот кому Алиса стремится выйти вечером погулять, да, котяра? Так, у нас постоянно какие-нибудь кошки приходят В общем, у нас вот здесь, вот везде вот такие фонарики Это фонарики, которые подсвечивают дорожки А вот это уже подсветка, именно красивая которая И там вот подсвеченные деревья тоже красивенько Вечером очень классно смотрятся из зимнего сада То есть вот эти фонари для того, чтобы идти по дорожке Чтобы все видно было И вот такие вот фонарики, которые подсвечивают сам сад Вот, ну, в жизни как-то красивее, если честно, мне смотрится Юмичу тут со мной по ночи идет, гуляет Фонари вот эти вот яркие, они прям сильно подсвечивают дорожку А сама подсветка, она более такая спокойная И для чего я иду именно к пруду Потому что здесь у нас есть такая прикольная тема Сейчас включим Вот там вот классно деревья и камни подсвечены Вот здесь на этих мостках есть такая розетка Вам совсем, наверное, темно и не видно Которая включает подсветку этих мостков Сейчас не очень понятно, потому что вода спущена в пруду Софиш, зачем ты в воду идешь? Ну-ка выйди оттуда Юмичу Вода спущена в пруду и они не так отражаются Не так ярко видно, как они подсвечены Но когда везде вода, они очень классно такими квадратиками светятся Ну и сейчас еще включен вот тот вот дальний фонарь Он тоже светит, освещает, поэтому ярковато А на самом деле, когда он выключен, еще прикольнее смотрится из дома вечером все Дожди идут У нас снега пока нет Кстати, у вас как погодка Вот Софиша там среди фонариков бежит, я вижу Иди сюда, скорее, давай Вот молодец Так что пока ходим, потом посмотрим Что же за звуки происходят у нас в доме На этой стороне у нас тоже подсвечены дорожки И много другими фонарями Здесь они высокие Там они низенькие, фонари А вот с этой стороны дома здесь включаются тоже разные подсветки Вот тут вот включается подсветка И вот тут вот еще не доделали на этой стороне И вот как раз вот этот фонарь будет освещать вольер Так, чтобы ночью тоже, когда собак выпускаешь в туалет Они здесь нормально все видели Ну что, пойдемте смотреть результаты скрытой камеры На самом деле, пока я тут снимала, я ходила, кое-что еще проверяла Так что времени прошло достаточно Не столько, сколько в видео, на самом деле Ну что ж, ситуация приобретает странные обороты Я, если честно, не совсем даже понимаю, как объяснить происходящее То, что я увидела на скрытой камере Но у меня есть одна версия Сначала я увидела, что Алиса слезла со своего домика И какое-то время в кадре ее не было Через несколько минут она снова появилась в кадре И, оборачиваясь, вышла из зоны камеры Затем камера очень долго снимала пустоту Не было никаких звуков В доме стояла тишина Поэтому я просто ускорила этот момент Через время Алиса вернулась на когтеточку И стала смотреть куда-то в одну сторону Никаких звуков и странностей по-прежнему не было Но вы увидите, что было дальше Дальше произошло нечто странное Алиса продолжала сидеть на домике и ничего не делать Просто смотреть в одну сторону Затем происходит вот что Сначала я не заметила на записи это Но потом сделала звук погромче И услышала вот такой странный стук Стук закончился А киса Алиса, как будто слыша его Просто вот замерла Будто видео поставили на паузу Вообще не двигалась А потом Алиса продолжала наблюдать Периодически поворачивая голову в другую сторону И как оказывается Этот странный стук издавала не она Но что я пока понять не могу Может быть это рабочие за стенкой дома Снаружи чем-то стучали Без понятия Могла ли зафиксировать камера этот звук Но мне кажется все-таки звук происходил где-то в комнате Но дальше случилось кое-что еще Алиса спускается с когтеточки Будто разглядывает что-то И вдруг дверь витрины начинает медленно открываться Ударяется об стол И дальше тишина Выглядит это конечно дико жутко Когда я увидела это на камере Я просто вот простите Обкекалась Особенно когда ты знаешь Что тебя дома нет И что никого в этой комнате нет Кроме кошки А кошка ничего не делает У меня аж ладошки вспотели Когда я просматривала этот ролик И ноги стали ватные Но потом я успокоилась И как я сказала в самом начале У меня есть единственное предположение Эта дверца витрины частенько тупит Все-таки шкаф старинный И защелка у него не всегда работает хорошо Возможно кто-то из нас что-то доставал из посуды И не слишком хорошо прикрыл дверцу Вот она и открылась сама по себе Хотя вроде ветра в доме нет И в общем не знаю Совпадение наверное Но все равно выглядит не менее жутко И на кого тогда все-таки лаяли собаки И на что смотрела Алиса И откуда был этот стук Загорелся свет в зимнем саду Это мы вернулись домой Вот я сижу в этой комнате И там опять лай происходит какой-то На кого? На кого они лают? Пока ничего не понятно Яснее не стало Так что ребят предлагаю сделать так Если вам тоже интересно Расставить скрытые камеры везде Может даже на всю ночь Может быть вообще уехать из дома И оставить только всех здесь И поставить скрытые камеры на целый день И потом вместе с вами Все это отсмотреть И снять целое видео об этом Прямо посмотреть с реакцией Все вместе с вами А не только вот так кусочек какой-то Может быть нам более понятно что Ставьте лайк И будем делать отдельное видео про это Вкусняшки полезные между прочим Не чипсы какие-нибудь Хотя я чипсы тоже очень люблю покушать Хлебцы итальянские С томатом орегано Оливковое масло Морской соли Буду грызть Компотик Домашний Хоумейд Натурель Из алычи Я уже выпила за это Последнее время Банок наверное Я не знаю 10-5 разных компотов Из вишни Из клубники Из слив Поздно вечером Уже уставшие Проносившиеся Весь день Заваливаемся С вкусняшками На диван Кисалис на своем диване И я сейчас Смотрю Пацанки Это такое шоу Которое я раньше не смотрела Ни одного сезона Я очень удивилась На самом деле Как это прикольно И интересно Так что даже возникла мысль О том Чтобы снимать реакции И возродить свой канал Анимеджик Юмя что происходит Ты что вообще что ли И снимать реакции Не только на это шоу Но и многие другие Прикольные шоу Но это шоу Мне прям зашло Я прям слежу сейчас За сезоном Так что Вечером Мы смотрим все Телек А потом идем спать Надеюсь вам понравился Наш день И вы посмотрите Другие видео Из этой рубрики И я буду повторять Если вам нравится Так что 100 тысяч лайков Много комментов Подписывайтесь на канал И увидимся скоро В новых роликах Никто не будет есть Вкусняшки мои Что происходит Вы уже ужинали Все Что такое Что такое Что такое Что такое